Друзья, сейчас мы уже дома. Слава Богу, у нас встретила сестра, племянница, дети. Накормили, напоили, спать уложили. В общем-то, и переехали. Мы остались, вернее, одни. Я вам всё расскажу потом, сделаю обзор видео. Но сейчас я хочу ещё вернуться к дороге. Поскольку вы недавно посмотрели видео о том, как мы летели из Будапешта до Аликанте, я хочу вам рассказать о происшествиях, которые произошли с нами в Будапеште. Вернее, на территории Венгрии. Первое происшествие у нас было, когда мы проходили таможню в Захане. Вы садитесь, покупаете билет в ЧОПе. Повторяю, что он стоит 120 гривен человека. Для тех, кто не заметил это видео. Невнимательно смотрел. Покупаете билет, садитесь в электричку Заханчоп. До этого вы проходите в ЧОПе таможню, паспортный контроль, всё просматривают. Ищут сигареты, водку. Не думайте, что это просто так. Роются в рюкзаках, спрашивают, сколько денег. И после этого вы садитесь в электричку и едете до Захани. Когда уже подъехали в Захань, то заходят сначала пограничники. Они ставят вам штамп в паспорте, а потом проходят таможенники. И вот, значит, пограничник подошёл ко мне, поставил мне штамп в паспорте. Дальше за ним идёт таможенница, тут же вот в шаге от него. И спрашивает меня на венгерском языке, поставил ли он мне штамп. Вот скажите мне, могу я знать на венгерском языке, что она меня спрашивает. Я молчу и смотрю на неё. Она мне говорит тогда на украинском языке, значит, паспорт, что-то паспорт. Я только поняла паспорт. И начинает раздражаться. И начинает раздражаться, да. И у неё такое зло на меня, что я не понимаю, что она хочет. А я не могу понять, потому что он идёт и штампует прямо перед ней. Это не то, что она там зашла через 20 минут. А вот он зашёл, поставил штамп. Она тут же подходит ко мне и спрашивает. Вот она решила, что надо спросить, поставил ли он мне штамп. И она стояла у него за спиной. Да, стояла за спиной. Он уже пошёл предыдущего человека там проверять. Короче, она так разозлилась на меня. Так пыхкала. Сигареты, водка, вот так вот прямо мне. Я говорю, нет у нас ни сигарет, ни водки мы не везём. Но вообще-то все местные, они возят водку, сигареты в Венгрию. Поэтому пойти знаем, это местные или нет. Короче говоря, вот это была первая неприятная такая ситуация в Венгрии. Вот, а вторая была неприятная ситуация, когда мы поехали на вокзал Келлати покупать билеты. Значит, в прошлый раз, когда я покупала билеты на этом вокзале, нам попалась украиноязычная женщина, менеджер, которая продавала билеты на кассе. Вот, и ей не надо было ничего объяснять. Но я предусмотрительно дома написала себе, значит, в телефоне петицию. Написала, добрый день, мне нужно купить билет на тогда-то, туда-то. Два билета, короче, на такой-то поезд, время отправления такое-то. Значит, перевела его на венгерский язык. Подхожу к ней, значит, и молчу. Почему я молчу? Потому что я не могу поздороваться. Вот вы, например, знаете, как по-венгерски будет добрый день, или здрасте, или привет. Я не знаю, как это будет. Я даже не догадалась посмотреть, потому что венгерский язык, он очень сложный. Там одно слово может километр тянуться. И оно вот такое что-то... Его выучить очень сложно, если ты там не родился, его не знаешь с пеленок. Вот, поэтому я же написала, добрый день, мне нужно купить два билета туда-то. Значит, я молчу, подхожу, значит, и показываю ей телефон свой. Она не смотрит на телефон и начинает на венгерском возмущаться, что я не поздоровалась. Я ей показываю телефон ближе. Там есть мое приветствие, есть вот там. Она, наконец-то, сообразила. Она видит, что в телефоне, но она уже разозлилась до такой степени. И начинает читать вслух. Да, и она начинает читать уже вслух своей соседке, значит, тоже кассирша. Значит, начинает читать то, что я написала. Но уже понимает, что я уже поздоровалась в этом письме, и у нее уже кислая амина получается. В итоге, значит, она не может уже меня простить. Включить заднюю. Да, включить заднюю. И она берет, значит, выбивает, ну, на табло появляется, на кассовом аппарате появляется сумма, и она мне эту сумму прикладывает к окну вот так вот. Значит, и в такой вот виде, что я не могу прочитать. Там еще темно, это вечер уже, десятый час вечера, тусклый свет в этом вокзале. Перпендикулярно полу она может показать. Да, она мне показывает не так, а вот так. И я не вижу, а я еще не взяла очки, я не думала, что такая ситуация возникнет. Значит, ну, короче, я отошла от нее, нашла очки у себя в сумке. Значит, и тут открылось следующее окошко, я к нему подошла, показала эту свою петицию, она мне выбила два билета молча. Без единого замечания. Ей же все понравилось дальше. И что я не умею здороваться на венгерском и так далее. Это была другая кассирша. Да, другая кассирша. А там по-прежнему, как самовар там сидела, пыхтела, губы надувала. К чему я вам это рассказываю? Потому что если вы едете в самостоятельное путешествие, то очень хороший метод записывать себе и переводить текст в переводчике Google на тот язык, в страну, в которую вы едете. Потому что объясниться вот такой вот ситуацией очень сложно. Я вот даже, когда мы въехали в Испанию, я уже забыла все испанские слова. Я же не говорю по-испански. Поэтому я уже забыла, как там и приветствие, и как здрасте, и до свидания. У них, пожалуйста, пор фавор. Сейчас я уже все повспоминала это. Но особенно, когда ты еще ночь, получается, в поезде проволандовался, потом целый день в дороге. Это все как бы экстремальная ситуация. Поэтому готовиться к этой поездке нужно сзади все продумывать, буквально все. Вот я уже вроде бы, ну все, 10 раз продумала. Посмотрела, когда у меня билеты. У меня все в электронном виде. Я ничего не покупаю в бумажном виде. Я все делаю в интернете. И вот надо же было такому случиться, что я купила билеты на поезд, посмотрела, и почему-то мне показалось, что отправление в 19 часов 11 минут. И вот это мне в голову как влезло. И я не перепроверила. Перепроверила я уже тогда, когда мы пришли на вокзале уже к поезду. И я уже решила его найти. Я открыла у себя в планшете билеты. И смотрю, что поезд у меня уходит на полчаса раньше. Хорошо, что мы приехали сзади и успели. А так бы, представляете, какая была бы ситуация. Еще у вас может возникнуть вопрос, почему мы в этот раз в Будапеште не останавливались, как в прошлый раз. Не ночевали у родственников. Дело в том, что наши родственники, они уже целый год там были в программе в Будапеште. И им нужно было по этой программе переехать в другое жилье. Это жилье было очень дорогостоящая квартира. Ее оплачивали. А теперь я уже очень не внедрялась там в это все. Ну, короче, они переехали в другую квартиру, которая, она удаленная от центра. И получалось как, значит, мы приехали, мы у них ночевали одну ночь, а на следующую ночь, мы в 2 часа ночи должны были их разбудить, собраться и поехать в аэропорт. Значит, я... Они не спят из-за нас, в общем-то... Мы им представляем дискомфорт. Да, мы понимаем, что им тяжело. Им на следующее утро на работу нужно идти, а они, ну, как бы стесняются нас не отправить как следует. Короче, они бедненькие ночью стоят, они хотят... Без почести не хотят отпускать. Да, они беспокоятся, чтобы мы поели, чтобы мы чай попили, чтобы мы воду взяли, все пути дороги нам забежали. Но мы понимаем, что мы доставляем им дискомфорт. И потом, к чему это получается? Ну, тогда мы первый раз, когда ехали, я хотела, чтобы у нас были сутки за дело, потому что я не знала, как мы доедем до Будапешта. Ведь у нас же в Украине постоянные тревоги. Когда тревога, поезда не ездят, в общем-то, электрички не ходят. И нас еще предупреждали в ЧОПе, что если будет воздушная тревога, то все, все останавливается и поездка откладывается. Одним словом, путь был не протоптан, и мы не знали, как себя повести. А уже второй раз мы уже более сведущие люди были. Да, мы решили их не беспокоить уже, не останавливаться у них на эти сутки. Конечно, хотелось бы детей повидать. Там такие дети смешные, хорошие. Но мы решили, что будет лучше, если мы поедем сразу в аэропорт. Объясни, почему именно все-таки в аэропорт? Ну, почему? Я же объяснила, чтобы они не вставали в 2 часа ночи. Не только и по времени у нас получалось, что... Что у нас получалось по времени? Расскажи, что по времени у нас получалось, что надо просто просидеть 4-5 часов в аэропорту? По времени получалось так. В Будапеште мы были в 7 часов вечера. Поехали на вокзал Келоти, это уже было 10 часов вечера. Потом мы добирались до аэропорта бесплатными путями. Можно было платно ехать, но мы решили, что у нас времени очень много. Зачем нам платить? А платить нужно было немало, за двоих почти 10 евро. Поэтому мы решили, что времени у нас все равно много. Мы не рассчитывали на то, что мы будем где-то спать. И мы с 10 часов вечера до 12 добирались до аэропорта. Мы ехали на метро и автобусе. Но это было все бесплатно. А потом в аэропорту мы уже сидели до 3 часов ночи, вот с 12 до 3. Мы там немножко перекимарили на стульчиках и началась регистрация в 4 утра. А потом мы уже кушали и ждали своего вылета. Так что мы все сделали правильно. Потом мы кушали, веселились, вальсировали. Вид у нас был на Мадрид, потому что ночь не спать и протягаться с рюкзаками по улицам тоже ничего хорошего. Но вы знаете, это все впечатление. Это все впечатление. Боже, тут такие ветра дуют. Какая тут прическа. Ладно, ребятушки, я с вами прощаю. Ждите следующего видео. Я вам, если не в следующем, то через несколько видео обязательно вам сделаю обзор нашей квартиры. И все, все расскажу дальше. И увидите, как живут эти путешественники. Миклуха Маклая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!